привет всем особенно надежде а я рукодельница и всем участницам совместного проекта 2017 год год петуха многие уже закончили вышивать своих петушков но год еще не закончился а я к вам сегодня вот своей работой в рамках этого проекта выполнены это петушок от вероника женер который был вышит и оформлен в подушку то что я и говорила как я собиралась делать сейчас я немножко расскажу о самой вышивки и о том как я сделала эту подушку я ее немножко показывала в своих предыдущих видео и девочки попросили меня больше подробностей все эти подробности будут вот такая получилась у меня вышивка размер самой вышивки 28 на 28 сантиметров размер самой подушки 40 на 40 то есть вышивка как в рамку вставлена в рамочку из ткани и оформлена с помощью шнура вышивалась эта работа на лугане 28 каунта работе использовал 16 цветов начала я эту работу 15 октября 2016 года а сам проект длился с сентября по март но надюша я рукодельница продлила этот проект спасибо и и дала возможность всем девочкам кто начал закончить эту работу работа закончена была 7 марта сама вышивка и после этого я эту работу оформила этой подушкой я уже пользуюсь я вышивала этого петушка потому что люблю дизайн и брони кожанер мне нравится проработка схем мне нравится то что фоном является фон сепейный так как во всех ботанических работах в разработках в разработка ботанической серии и как бы без особой привязки к смыслу что это символ франции но я вышла всю картинку с использованием карты франции где написано in france во франции и вот это выражение которая которая произносится люсию это я так понимаю кукарек боевой клич петуха но я вышивала это независимо без привязки к месту и смыслу что это петух гальский что что такое гальский петух гальский петух символ франции как бы что считается что французский народ произошел от галов галы имели рыжий цвет волос и холок петушка напоминает рыжий цвет волос галов но независимо от всего этого мне просто нравится само изображение сама картинка и она вписывается в мою концепцию подушек вот поэтому я выбрала именно этот дизайн для того чтобы вышить символ этого года а сейчас я более подробно покажу как я шила эту подушку сама подушка обыкновенная готовая она у меня была она долго нам служила но как бы наволочка которая здесь использовалась она уже в общем-то нам не нравится и не подходит и старенькая она уже значит сшита подушка из обыкновенного синтетического какого-то материала который наполнен кусочками мелкими мелкими кусочками поролона но я не стала ничего менять я решила использовать эту подушку чтобы сшить на нее новую налочку для самой налочки использовала такую плотную зеленую тканечку она в принципе такая с одной стороны как диагональная но эта страна более рыжеватая она желтоватым оттенком а к моему петушку который имеет в общем-то бирюзовое оперение она не это рыжеватая страна не очень подошла поэтому я шила налочку как бы наизнанку то есть на вторую сторону которая более изумрудная но как бы не от того что на ней нет вот этих вот диагональных репсовых полосок как на лицевой не знаю если их видно покажу поближе видно что да есть диагональные такие полоски значит я шила на оборотную сторону где этих полосок не видно но эта сторона мне больше подошла по цвету к моему петушку вот значит как я вшивала шнур во первых я вырезала сейчас минуточку я вырезала вот эту вот рамку полоски по периметру полоски размером 40 сантиметров на ширина я не помню сколько 5 или 7 и сначала сострочила саму рамку по диагонали то есть под углом 45 градусов сложила полоски и под углом 45 градусов сострочила эту рамку затем эти швы разгладила развернула развернула рамку и потом уже пришивала вот этот вот шнурок шнур у меня вот такой значит здесь утолщение как рулик и тесьма за которой можно пришить значит что я сделала я подогнула рамку вот таким вот образом подложила под нее этот шнурок так что выступал только шнур вот так и вот таким вот образом я сметала сначала я сметала шнур с рамкой вот таким вот образом а потом просто наложила на вышивку в нужном месте и сверху проложила строчку вот эта строчка отделочная то есть пришита вместе одновременно вышивка шнурок и рамка все вместе они сшиты значит для того чтобы шнурок по углам не выворачивался я его отрезала то есть доходила до края до угла видите шнур проходит сюда отрезала его и следующий кусок шнура уже подкладывала с этой стороны то есть это новый отрезок шнура он начинался вот здесь дальше идет шнур значит для того чтобы здесь шнуры не не разъезжались и не выворачивались вот эту строчку вот эту вот строчку в уголках я делала двойную закрепку по вот этому шву которым я сшивала рамку значит то есть я дошивала до угла поворачивала машинку сюда делала обратную строчку туда-сюда и дальше продолжала шить уже по этой стороне подкладывая новый шнурок нужно уже был подложен я шнурок отрезала и подрезала когда рамку накладывала на шнурок я думаю понятно объяснила не знаю вот таким образом значит у меня на углах шнур и шнур не складывается а накладывается один на другой вот таким образом и закреплены они тут вот поэтому по этой диагональной линии двойной строчкой держится хорошо ничего не выворачивается не загибается на углах смотрится аккуратно молния пришила по низу черную я уже показывала ее вот пришила обыкновенно каким образом вот так вот таким вот образом пришита молния с использованием лапки для пришивания молнии для того чтобы пришить как можно ближе к зубчикам но все потом просто молния спряталась во внутрь вот и таким образом она застегивается ее не видно на снизу задняя сторона подушки цельная цельно зеленая вот такая ну вот на этом я заканчиваю свое участие в совместном проекте 2017 год год петуха спасибо надюша я рукодельница спасибо всем девочкам кто вышивал прекрасных замечательных петушков пусть они нам помогут дальше в нашем творчестве нашей жизни ну и спасибо всем кто посмотрел и до свидания